Обсуждение 11-12 августа в ООН угроз Москвы взорвать запорожскую АЭС под видом попадания в нее украинского снаряда вызвало глубокое разочарование у тех, кто верит в разные варианты нарративов Кремля о закулисном мировом правительстве. В одном из них ООН, если не само мировое правительство, то минимум уполномоченный орган, и как ООН решит, так и будет. Отсюда глубокая обида, навсегда обеспокоенная ООН, которая, несмотря на свою обеспокоенность, ничего не делает для устранения причин. В реальности ООН это прежде всего место для дискуссий, в отличие от парламента РФ. Затем это благотворительный фонд по управлению чужими деньгами, статистическое бюро и лишь в последнюю очередь это штаб без армии. У ООН нет ни своих денег, ни армии, ни военных команд для освобождения атомных станций и других объектов от террористов. Тем более как Запорожская АЭС, захваченный государством террористов с ядерным оружием, миллионной армией и огромным штатом пропагандистов-диверсантов по всему миру. Теоретически ООН может взять денег и нанять эстонский или финский спецназ, чтобы освободить Запорожскую АЭС от российских террористов. Возможно, эстонский и финский спецназ готовы сделать это и в качестве подарка, но они не могут освободить весь энергодар с окрестностями. После занятия АЭС спецназ окажется в окружении российских террористов и будет повторение обороны Азов-стали в Мариуполе. На правительство Эстонии и Финляндии не могут сдать лучших бойцов террористам ни под гарантии Красного Креста, ни под слова о героической обороне Энергодара, оттянувшей на себя большие силы армии РФ с других направлений. Не могут, потому что это нерационально. Граждане правительства тоже не поймут, как бы эксперты не старались внушить, что они тупые, ничего не смыслят в военном деле и лучше молчать. Граждане и оппозиция потребуют разбирательства, как было с Черчиллем, в Первую мировую или с наступлением на Иловайск в 2014, когда Корбан и Коломойский с писарем решили, что они великие полководцы, а их боевые отряды почти цахал. Оказалось, не великие, не цахал, и это не гангстерская война с Донецкими за Старобешевскую ТЭЦ и другие интересные объекты. Поэтому не надо обижаться на бюрократию ООН, что она направляет в Энергодар не спецназ, а комиссию МАГАТЭ. Бюрократия ООН и так одержала большую победу, не дав во время дискуссии представителю РФ наложить вето на приезд комиссии. Москва не рискнула на этот раз, как в 2014 наложить вето на создание комиссии для расследования о сбитом рейсе MH17 по ряду причин, в том числе тех, в силу которых 15 августа после дискуссии ООН на сайте представительства ЕС в международных организациях в Вене появилось требование к РФ вывести войска с Запорожской АЭС. Его подписали 42 страны, 28 от ЕС и 14 вне его. Эстония и Финляндия в числе первых инициаторов документа, предусматривающего ввод на ЗАЭС специальной миссии безопасности по мандату ООН. Фактически это означает, что Эстония и Финляндия готовы направить свой спецназ, но при двух условиях – наличии мандата ООН и бумаги от РФ, что она не будет стрелять по нему и Энергодару. Совбез ООН или ее Генассамблея могут дать такой мандат после того, как миссия МАГАТЭ посетит АЭС, согласие на что и удалось добиться от РФ во время дискуссии в ООН. За выходные в Кремле поняли, что приезд комиссии МАГАТЭ на атомную станцию – это первый и бесповоротный шаг к уходу с нее российских террористов. Если комиссия побывает там, то Москве будет сложно наложить вето на прибытие туда миссии ООН из эстонского, финского и других спецназов. Поэтому с понедельника 15 августа говорящие головы Кремля стали предупреждать комиссию МАГАТЭ, что ее могут случайно убить при пересечении линии фронта, намекая, что это сделают украинские военные. Но даже самой ватной публике будет очень сложно продать версию, что украинцы сами расстреляли в эвакуационном коридоре Каменская-Васильевка комиссию МАГАТЭ, которую они так долго ждали. В результате у Москвы появилось три варианта. Первый – расстрелять комиссию МАГАТЭ и объявить, что это сделали кадыровцы, сирийцы, северные корейцы, буряты и другие дикари, воюющие в армии РФ, но плохо понимающие язык и великую культуру России. Заодно это будет реклама языка и культуры РФ. Второй вариант – объявить район самого короткого пути Каменская-Васильевка самым опасным местом на планете из-за неожиданно обострившихся боевых действий и обострять их с перерывами на день-два, пока комиссия не устанет ждать и не уедет. Третий вариант – обвинить Украину в нападениях на Курскую и Белгородскую АЭС. Предпочтение у диверсантов, а не ракетных ударов, потому что ПВО РФ непробиваема и точка. Этот вариант Москва начала разрабатывать 16 августа, когда ФСБ сообщило, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа взрывали опоры линий электропередач, идущих с Курской АЭС. ФСБ запуталось в своих показаниях, так как раньше перебои с электричеством в отдельных районах Курской области официально объявлялись результатом обстрелов опор украинскими артиллеристами и минометчиками. 17 августа ФСБ заявило об аресте в Джанкое и Ялте шести диверсантов из Исламской партии освобождения, которые во время сна тоже что-то взорвали или хотели взорвать. У ФСБ задание создать дело о боевом союзе украинских и исламских подрывников для новых дискуссий в ООН. Заодно ФСБ надо повесить на кого-то взрывы в Джанкое, но не на генералов ПВО. Татары лучше подходят для этого во всех отношениях, чем украинцы. Дружба народов разгорится от недавно оккупированного Крыма до давно оккупированной Казани так, что из РФ начнется исход не только евреев, но и татар. За полгода после вторжения в Украину из РФ уехало 12% из тех 106 тысяч официальных евреев, которые в ней были. Турция, подобно Израилю, тоже заявила, что готова принять у себя крымских и других татар и обеспечить их жильем и работой, но цифра уехавших пока невелика. Москву вполне устроило, чтобы и тех, и других в РФ осталось бы столько, сколько надо для двух фольклорных ансамблей, трех мечетей, двух синагог и студии Соловьева. Квартиры уехавших можно передать фанатам русского мира, которые в результате вторжения сами уехали в РФ из оккупированных областей Украины. Но самое главное – навязать ООН-дискуссию о боевом союзе украинских и татарских подрывников, угрожающих безопасности АЭС, не только в РФ, но и в Германии, если там правительство решит продлить работу станций из-за прекращения поступления газа РФ. ФСБ начинает работать как пиар-агентство «Газпрома», уверенно шагающего к банкротству. На этом фоне Москва попробует заявить, что ее войска защищают Запорожскую атомную не только от украинской армии, но и от исламских террористов, готовых взорвать все во имя Аллаха и халифата. Именно об этом и говорил в ООН представители РФ 11-12 августа, не уточняя, какие террористы могут захватить АЭС. ФСБ решила конкретизировать намеки и 17 августа арестовала условно-исламских террористов в Крыму. Москва в очередной раз после Чеченской войны и ИГИЛ хочет разыграть карту исламского терроризма. Но выбор для этого партии освобождения Хизбут-Тахрир не очень удачен, прежде всего потому, что это не столько партия, как очень идейно-разнородное движение студентов, проповедников и профессоров, считающих, что распад халифата, как арабской империи, – это величайшая геополитическая катастрофа XIII века. Виноват в этом Хулагу, внук Чингисхана, который в 1258 полностью разрушил и вырезал Багдад, как столицу халифата. Если бы не это, то весь мир давно был бы сплошной арабской исламской империей, жизнь в которой была бы настоящим халифатом. В слово «халифат» они вкладывают тот же смысл, который левые вкладывают в коммунизм. В остальном у них все как у троцкистов. У каждой группы свой план мировой революции за халифат и жесткие споры. При этом партия освобождения категорически не согласна с планом ИГИЛ по строительству халифата. А ИГИЛ считает ее членов оппортунистами, ревизионистами и неверными. Интересно, что партия освобождения запрещена во всех арабских странах, кроме Эмиратов и Ордании и Ливана. В странах Центральной Азии, живших при халифате и в Казахстане, она тоже запрещена. В мусульманских, таких как Индонезия и Бангладеш, которые не входили в халифат, разрешена. В США, Канаде и Европе разрешена. С ограничениями в Германии и Дании. Несмотря на то, что ее члены обычно называют Великобританию и США столпами капитализма, империализма и всяческого зла. Похоже, ФСБ собирается исправить это несоответствие. Теория и практика, в свою очередь, намерены привести Московию и РФ в соответствии с международным правом, историей и общечеловеческими ценностями. Вывод войск Запорожской АЭС, а потом и со всей Украины, тоже в это входит. Поэтому российские СМИ, раньше украинских, стали писать о встрече во Львове 18 августа, генсека ООН Гутерридша, Зеленского и Эрдогана. Причем сообщать настороженно и пытаться угадать, чем это может аукнуться для РФ. Не сложно догадаться, что участники встречи будут согласовывать действия по удалению войск РФ с Запорожской АЭС, допуска комиссии МАГАТЭ и предотвращения расстрела станции рашистами. Обращение Зеленского к ООН запретить Росатому строить АЭС в Африке и еще где-то – это патетика и не более. Пусть строит. Росатом будет два года рыть в Египте котлован и заливать фундамент за свой счет, а потом год ждать, когда тот даст усадку. К этому времени уже не будет ни РФ, ни Росатома. Зато рядом с пирамидой Хеопса будет новая туристическая достопримечательность в виде монолитной бетонной плиты с надписью «Это сделали русские». Возможно, египтяне найдут ей еще какое-то применение. Это такой же мертвый проект, как и Северный поток-2. Так что пусть лучше бетонируют пустыню, чем на эти деньги собирают танки. Это Гуттериш и объяснит Зеленскому и попросит не сбивать ООН с пути истинного на ЗАЭС и всячески содействовать комиссии МАГАТЭ по его прохождению. Помочь в этом должен Эрдоган, который впервые после 24 февраля посетит Украину. Сейчас для Москвы настоящее окно в Европу – это Турция, а не Петербург. Не только в Европу, но также в Азию и Африку. Иран вроде тоже как бы окно, но под санкциями. И через это окно немного протащишь. Эрдоган может свое окно прикрыть, если комиссия МАГАТЭ в целости и сохранности не попадет на ЗАЭС и не вернется обратно. Так что Москве пропустить ее придется, если не хочет неприятностей с окном и не только. О том, как могут выглядеть другие неприятности, турки дали понять Москве 17 августа. В этот день мэр турецкого города Газиантепе призвал жителей не беспокоиться из-за звуков взрывов. Эта турецкая армия проводит контролируемую интервенцию. В ряде мечетей также появились объявления. Турецкая армия скоро проведет операцию против террористической организации «Рабочая партия Курдистана». «Пожалуйста, не покидайте свои дома». Правительство Турции тогда же заявило, что мэр превысил полномочия, а те, кто расклеил объявления на мечетях, вообще таких не имели и обещало со всем этим разобраться. Тем временем блогеры выкладывали фото и видео турецкой военной техники, пересекающей границу с Сирией. По чистой случайности одновременно Израиль и Турция заявили о решении восстановить дипломатические отношения в полном объеме на уровне послов. Турция за день до приезда Эрдогана во Львов послала Москве внушительный сигнал. Другой сигнал пришел из Брюсселя, где генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Вучич заверил, что Сербия не планировала и не планирует вторгаться в Косово или другую балканскую страну и чуть было не назвал это пропагандистскими выдумками Кремля. Предложил наблюдателям НАТО в этом лично убедиться. Столтенберг ответил, что верит, но НАТО внимательно за всем следит и не допустит вторжения сербской армии в Косово, если 1 сентября пророссийская агентура там опять попробует устроить перестрелки. Примечательно, что Столтенберг от имени НАТО также напомнил Москве о необходимости вывести войска с Запорожской атомной. Итак, Москву серьезно и недвусмысленно предупредили, что пора убраться со станции и на встрече во Львове будет составлена пошаговая инструкция, как это лучше сделать, сохранив морду лица. Потом Эрдоган передаст инструкцию Кремлю с пожеланиями от себя лично. Если в Кремле откажутся, то могут последовать такие урквыводы, что кремлевцы быстро пожалеют, особенно если решат устроить дистанционный взрыв после своего ухода. Тогда свет надолго исчезнет не только в Курской, но и в Ленинградской области. Продолжение следует...